В эфире новости 24 в студии Зухралеева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Обильные дожди, селевые потоки, как следствие разрушения и потопы в Суньцинском и Гумьетовском районах ликвидируют последствия стихии. Убийство ради миллиона. В Тарумовском районе жители Ставрополья убили своего земляка, чтобы заполучить его деньги. Еще одна победа. Золото юниорского первенства России по боксу завоевал наш земляк Джамбулат в Бижамо. Ушел добровольно. Сегодня, теперь уже бывший глава Гульского района Юрий Исмаилов, сложил с себя полномочия руководителя муниципального образования. Произошло это на внеочередной сессии депутатов районного собрания. Временно исполняющим обязанности главы назначен наземь Юсуфов, ранее занимавший должность заместителя главы администрации по вопросам безопасности. Спасатели МЧС расчищают дома и дворы в Нижнем Энхо от ила, града и мусора. Напомним, 9 мая из-за ливневой стихии Гумбетовский район понес значительный ущерб. Сильный ливень с градом и ветром пронесся по территории, оставив тяжелые последствия. Так разрушенными остались 111 домовладений, мечеть и также затоплена футбольная площадка. Убытки понесла сельскохозяйственная отрасль. Селевым потоком унесены более 50 голов крупного рогатого скота. Фруктовые деревья жителей соседнего села Ингеши погибли градом. Урожай потерян. А вот жителям ряда сел Цунтинского района пришлось обойтись собственными силами. Из-за обильных дождей полностью смыло дорогу Макок-Кидыро. Камнями завалило и путь в сторону села Цибари-Шапих. Ушел под воду мост на 43-м километре автодороги Эчеда-Шаури. Здесь движение закрыто. Потоплены мосты через реку Метлуда. Местные жители лопатами и иными подручными средствами расчищали дорогу от заторов, формируя русло, по которому пройдет поток, причинив минимальный ущерб хозяйству населения. В Старомовском районе трое мужчин. Жители Ставрополя решили заполучить миллион, и ради чего им пришлось убить своего земляка и бывшего коллегу-дальнобойщика. Вскрыть сейф, в котором лежали деньги, им так и не удалось. Подробности о криминальной истории в сюжете по тему от Ханаповой. У ребят, да, была цель. Взять деньги в сейфе. А сейф где находился? Сейф находился в машине. Они знали, бывший коллега отправляется в Дагестан, где он может получить солидную выручку. Решили воспользоваться случаем. Два молодых человека и девушка преследовали жертву от Ставрополя до Дагестана. Когда мужчина остановился передохнуть в Таромовском районе, решили действовать по заранее заготовленному плану. Район из села Таромовка прибыли, обнаружили машину. Подъехали, вышли, сняли в лему. Владитель вышел все какое-то время. Его обезвредили, связали. Пытались достать сейф. Однако завладеть желанным миллионом не получилось. Сейф нашли, но вскрыть его и достать оттуда деньги не удалось. Преступники не учили, что доступ к хранилищу может быть только у владельца фуры, а не у водителя. В итоге разочарованные злоумышленники жестоко до смерти избили дальнобойщика. Ну, связали, получается, нанесли один, пару ударов, и все. Как бы попытались вытянуть сейф, не получилось, а уехали домой. Предполагаемые убийцы дагестанскими полицейскими были установлены в течение трех дней. На момент задержания они уже находились в родном городе Светлоград Ставропольского края. В настоящее время все участники преступления доставлены в отдел полиции по Тарумовскому району. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. По тематам Анапова, Мурат Бекбарзов, Тарумовский район, при содействии МВД Дагестана. Получить пособие на детей теперь можно будет не по прописке. С 1 мая в России вступили в силу изменения в федеральном законе номер 92. Так, в настоящее время допускается получение выплат по месту фактического проживания, даже без временной регистрации в другом городе. Пособия на первых и вторых детей сейчас получают около 400 тысяч российских семей. Напомним, ранее в правительство внесли закон о выплате детских пособий семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Организационная форма работы с молодежью в поликультурной среде. Под таким названием в ректорате ДГО состоялась научно-практическая конференция. О чем говорили его участники, расскажет Камиль Девятов. В ходе встречи собравшиеся обсудили систему образования в России. Необходимость молодежи следования традициям и культуры своей страны. Мероприятие прошло в рамках проекта «Школа гражданско-правового воспитания молодежи и лидеров общественного мнения». Уже седьмой год работаем с молодежью в Северокавказском федеральном округе. Это обусловлено именно тем, чтобы мы могли самовыражаться. Участники конференции – чиновники, общественные деятели, представители духовенства и студенты. Выступавшие отмечали важную роль молодежи в будущем республики и страны. Работа с молодежью в поликультурной среде, привитие уважительного отношения к различиям между народами и культурами в молодежной среде, сегодня имеет важное значение. Уважение человека, независимо от принадлежности к какой-либо расе, национальности, положениям в обществе, принципы сострадания и мирного сосуществования среди другими культурами и конфессиями являются главными ценностями ислама с самого начала его зарождения. «Это отдельный, серьезный регион. У нас очень много национальностей, много конфессий. И сохранение развития межнационального и межконфессионального мира и согласия – это очень важно. Это мы подаем пример. И именно спорить должны именно на таких аналогичных и других площадках». Мероприятие продлится два дня. За это время участники конференции пройдут семинары, тренинги и лекции. По итогам обсуждений будут приняты практические рекомендации по обсужденным вопросам. Камиль Девятов, Магамед Абдул Муталибов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. «Мы должны призывать людей в обязательном порядке соблюдать правила дорожного движения». С такими словами обратился помощник муфти Идриса Садулаев к ученым-богословам на собрании имамов города Махачкалы. Религиозные деятели обсудили вопросы проведения просветительских бесед с населением о соблюдении правил дорожного движения и проблем парковки автомобилей вокруг мечети в период совершения намазов в священный месяц Рамадан. Ежедневно в этот период десятки припаркованных машин вокруг мечети создают огромные пробки. Зачастую люди бросают свое авто прямо на дороге, тем самым создавая неудобства другим. По словам Асадулаева, необходимо создать группу волонтеров, которая будет объяснять автовладельцам о необходимости правильной парковки машины. И о спорте. Боксер Джамбулат Бижамов завоевал золото юниорского первенства России. Турнир с участием более 250 спортсменов в течение недели проходил в Оренбурге. Воспитанник Академии бокса имени Султана Еврагимова был вне конкуренции в новом для себя весе до 75 килограмм, где провел четыре успешных поединка. Эта победа стала для Бижамова уже четвертой в карьере. В прошлом году он выиграл первенство Европы и мира. В Оренбурге махачкалинцы также признали лучшим боксером соревнований. Кроме него, из воспитанников спортшкол Дагестана бронзовые награды турнира в свой актив занесли Рамазан Дадаев и Муртазали Амаров, что помогло республиканской сборной финишировать первой в общекомандном зачете. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok